Всем привет! Ну что, жизнь в Украине и в мире продолжает бить ключом. Поводов сказать Алёга Раша, что вообще происходит, как всегда, хоть отбавляй. Короче, смотрим, слушаем, анализируем. Поехали! Итак, главная новость этого дня, о которой очень коротко, уж слишком мало пока информации. Результаты расследования гибели малазийского Боинга 777, который был сбит в небе над Донбассом летом 2014 года, наконец-то оглашены. Доклад Совета по безопасности Нидерландов и международной группы экспертов, наконец-то озвучен. И это не домыслы, высосанные из пальца, а реальные итоги многомесячной работы. Это документальное расследование. В съемках не задействованы актеры и нет постановочных сцен. А еще это момент истины. Впрочем, голландцы не стали торопиться с выводами и, во всяком случае, пока решили не давать конкретных ответов на два главных вопроса. Кто нажал кнопку пуск и кто дал команду ее нажать. Поэтому ждем продолжения и, само собой, ждем бенефисов всяческих экспертов, которые с умными лицами вот-вот оккупируют все зомбоящики. Но при этом помним главное. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Доподлинно известно только одно – Боинг был сбит все-таки буком. Поэтому нелепые версии об истребителе «Фантоме» уже отброшены. На этом по Боингу все. Пока все. Ну а тем временем украинская народная забава о ненаписательном петиции президенту выходит на качественно новый уровень. Юлия Владимировна, лидер партии «Батькевщина», решила внести свой вклад в это дело и тоже выступила инициатором написания очередной петиции на сайте «Гаранта». Это же хулиганство! Да нет, вроде никакого хулиганства там нет, а есть чистой воды желание попиариться перед выборами. Тем более, учитывая тот факт, что петиция на том же сайте за отправку самой Юлии Владимировны послом в Гондурас уже перешагнула отметку в 27 тысяч голосов. Что? Гондурас. Латинская Америка. К слову, на том же сайте список тех, кого украинцы хотели бы отправить в Гондурас вместе с Юлией Владимировной, растет ежедневно. Ну, нравится нашим людям не столько сама страна в той самой Латинской Америке, сколько ее название. Гондурас. Гондурас. Мы с тобой в тревожный час. Так вот, леди Ю предлагает обратиться к президенту Украины с требованием принять все необходимые меры для установления справедливых и обоснованных тарифов на услуги ЖКХ. Для меня мой народ, моя родня. Я без мыслей обнародий не могу прожить и дня. В принципе, идея похвальная, но при чем тут президент, если по закону тарифы и их формирование это все-таки прерогатива Кабмина, Верховной Рады и местных советов. Что, правда? Клянусь честью. Попадла буду. Но это же азбучные истины. И те, кто советовал Юлии Владимировне предпринять такой пиар-ход, должны были об этом знать. Хотя нет, все они, конечно, знают. Как бы это помягче сказать, ну, в общем, в данном случае заголовок и реальное содержание текста на самом деле имеют мало чего общего. Слушай свет, слушай ухом. Дело в том, что в самом тексте петиции заглавленной «Требуем снизить тарифы» написано следующее, я процитирую. Просим президента создать межведомственную рабочую группу и дать регулятору поручение пересчитать тарифы на услуги ЖКХ и снизить их до справедливого уровня. Прошу вас, продолжайте. А это все. Ну, в смысле, вообще все. Что такое справедливый уровень? Тайна, покрытая мраком. Поскольку справедливость понятие, увы, не конкретное, весьма расплывчатое. Но на горизонте появляются реальные перспективы постоянно напоминать о себе. Ну, не зря же Юлию Владимировну называют единственным стоящим мужиком в украинском политикуме. А еще это на самом деле классный повод для выступлений на митингах, на теледебатах, с трибуны Верховной Рады, в кругу единомышленников. Короче, вся эта возня из серии «О поговорить». Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Вот, собственно говоря, и вся архицель. Увы. Но если пипл, как говорится, хавает, значит так и должно быть. Значит все нормально. На этом у меня все. Скоро увидимся. Подписывайтесь, чтобы первым видеть новый выпуск. Распространяйте, если понравилось. Ну и комментарии тоже можно оставлять. В любом случае. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»